Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях долгожданный гость Владимир Владимирович Луканцов, руководитель Рязанского управления федеральной антимонопольной службы. Владимир Владимирович, злополучное, печально известное наше золотое куриное яйцо, которое стало уже притчей в языцах и сильнейший, ну просто скачок цен на него. Я знаю, что сейчас в нескольких регионах проводится проверка антимонопольщиками, в связи с чем это. Вот расскажите о ситуации у нас, как вы будете проводить такую проверку? Да, безусловно. Буквально в минувшую пятницу мы получили поручение центрального аппарата провести подобного рода работу. Но мы, честно говоря, полагали, исходя из той ситуации, которая на этом рынке складывается, что даже и без этого поручения нам пришлось бы это сделать. Насколько мы знаем, этот вопрос поднимался и на заседаниях регионального правительства. Кстати говоря, поручение федеральной антимонопольной службы нам поступило со ссылкой на решение федерального правительства, которым поручено антимонопольным органам совместно с региональными властями установить причину роста цен на куриное яйцо. Будем проводить эту работу. Сроки нам поставлены очень сжатые. До конца ноября, 27-го, мы должны отчитаться. До этого времени мы должны провести проверку региональных производителей куриного яйца и установить, что же изменилось у них, почему ими было принято решение повысить цены оптовые на куриное яйцо. Насколько это оправдано, да, и законно в конце концепции. Да. Здесь нас смущает несколько вещей. Во-первых, исходя из общего понимания ситуации на рынке, мы объективных причин пока не усматриваем для того, чтобы так резко поднимать цены. Это во-первых. А во-вторых, нас, как представителей антимонопольной службы, всегда беспокоит такой момент, когда повышение цен у формально независимых участников рынка происходит единомоментно. Или, по крайней мере, в течение большого промежутка времени. Какой-то взрыв такой. Да. Все это свидетельствует о том, что могут быть признаки сговора. Но, Петр Анатольевич, мне бы хотелось в очередной раз подчеркнуть, что федеральная антимонопольная служба проводит эту работу в пределах своей компетенции, в пределах тех полномочий, которые нам предоставлены. И в очередной раз сказать о том, что ФАС все-таки это не бюро цен. Полномочия по влиянию на цены на том или ином рынке у нас есть, исходя из положения закона о защите конкуренции. То есть, когда мы устанавливаем факт монопольно-высокой или монопольно-низкой цены, и когда мы устанавливаем факт изговора. Потому что часто возникает ситуация, когда мы проводим такую работу, которая получает широкий общественный резонанс, освещается в СМИ, и после этого получаем много обращений из серии, что в районе Дашковой песочни, магазин «Ромашка» повысит цену на шкалат «Аленка». И, пожалуйста, этих негодяев к ответу примите меры. Мы не берут цен. Но когда мы видим факт изговора, или монопольно-высокой цены, повторяю, тогда мы обязаны принимать меры. Ну, я надеюсь, что вы отчитаетесь перед правительством в конце ноября. И, я думаю, мы тоже об этом отчетим. Безусловно. Может быть, чуть-чуть попозже, но узнаем. Да, да. Сроки сжатые, запросы соответствующие уже направлены. Сейчас надо получить информацию, ее проанализировать, систематизировать, и как бы доложить и правительству, и общественности о той работе, которую мы проделаем. Ну, честно говоря, это напоминает историю с Гречкой, тоже такой многострадальной, когда тут же одномоментно, по-моему, взлетели цены, и разбирались несколько лет назад, что-что-что. Было такое, было, но с Гречкой случай все-таки для нашей страны не совсем типичный, потому что в конечном счете цены все-таки откатились к исходному уровню. Да, да, потом раз, все вернулось практически. Как правило, в наших условиях, когда цены взлетают подобным образом, они редко когда к нулевому варианту откатываются, к тому уровню, от которого пошел рост. На это и расчет недобросовестных участников рынка, который создает вот эти условия, для того, чтобы даже если они получат окрик со стороны государства, например, в нашем лице, они предпринимают меры, снижают цены, но, тем не менее, не до начального уровня. Ну, примерно. Расскажите еще, какие сейчас, так сказать, как модно сейчас говорить, новеллы, может быть, в законодательстве, в сфере государственных закупок таких, чем вы сейчас, чему вы уделяете приоритетное внимание? Заканчивается 2013 год и заканчивается эпоха, можно даже сказать эпоха, действия 94-го закона. Многие говорят пресловутого 94-го закона. Много было нареканий. Закон о государственных закупках, как мы его называем. Он, как известно, вступил в силу с 1 января 2006 года, и вот до 31 декабря 2013 года будет действовать. А далее ему на смену придет 44-й закон, закон о федеральной контрактной системе. Много критики было в отношении закона 94-го. Не совсем мы были согласны, потому что в значительной степени инициатором тех положений, тех изменений в закон являлась федеральная антимонопольная служба, как орган правоприменительный. Но, в частности, и мы об этом неоднократно говорили, основной момент, который ставили в вину в 94-му закону, заключался в том, что порядка 70% товаров закупалось путем проведения электронных аукционов. И было такое мнение, что при проведении электронных аукционов первичная цена, качество товаров, работы, услуг – это фактор вторичный. И поэтому зачастую заказчики получали не тот товар, не те работы, не те услуги, которые им были необходимы. Мы очень гневно отвергали этот довод, потому что не право, исходя из действующего закона 94-го, а обязанность заказчиков определять потребность в том товаре, который ему нужен, и формировать требования к этому товару. Это его обязанность. Зачастую, то ли в силу низкой квалификации, то ли умышленно, мы видели, когда формировалось положение документации об аукционе, мы видели, что требования к товару сформированы поверхностно, что позволяло недобросовестным участникам рынка действительно третисортный товар поставлять. Ну да, да. Лазейки в законе есть. Закон очень сложный, очень сложный с точки зрения юридической техники. Порядка 120 страниц, если напрямую распечатывать из правовых системы, консультант, гарант. Новый закон 44-й, порядка 130 страниц. То есть, очень тяжелым языком написан закон. И новый закон 44-й в части отбора, вот то, что мы контролируем антимонопольные органы, отбор участников торгов. Он, по сути дела, в значительной степени сохраняет положение уходящего закона. Но он дополнен двумя разделами. Первый раздел обязывает заказчиков муниципальных и государственных. То есть, тех, кто расходует бюджетные деньги. Народные, так сказать, деньги. Да. Планировать закупки. Планировать. И размещать информацию о своих планах общедоступно. И второй раздел, которым дополнен, по сути дела, этот закон, это исполнение контрактов. Если ранее контракты исполнялись, основываясь на положении гражданского кодекса, то теперь порядок исполнения контрактов будет определен законом. То есть, более жесткое регулирование. Мощнее, да, будет такое. Соответственно, две структуры федеральные будут надзирать за тем, чтобы этот закон надлежащим образом исполнялся. В части отбора полномочия оставлены за нами, за федеральной антимонопольной службой. А в части планирования исполнения федеральная служба финансово-бюджетного надзора будет контролировать заказчиков, бюджетополучателей, какие действия они совершают для того, чтобы получить тот результат при закупках, который они планировали получить. А вот эти две службы, я вас, может быть, перебью, они, как вот сейчас вы оцениваете, нормально координируются между собой? То есть, смогут они вместе работать ваши? Нету противодействия? Нет. Я бы сейчас спрашиваю, потому что бывает такое. Ну, что вы... Ну, начнем с того, что мы федералы, да, мы как бы работаем в системе координат, давно установившись для нас, участвуем зачастую в совместных проверках, каких-либо противоречий между нами нет, мы всегда решаем все вопросы, какие-то сложные иногда бывают в моменте. То есть, образно говоря, вы те два колеса, на которых закон должен покатиться. В хорошем смысле. Но есть и проблемы, связанные с введением этого закона. Первая проблема состоит в том, что даже терминология полностью поменялась в законе. То есть, многие вещи описываются теперь по-другому. То есть, полностью изменена терминология. Во-вторых, не все нормативные акты правительства Российской Федерации, которые необходимы для того, чтобы этот закон работал надлежащим образом, не все они приняты до настоящего времени. Но есть соответствующие поручения и надежда, что они будут приняты до конца этого года. Всего доброго, удачи, успехов. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!